Касательно таких понятий, как прощение, милость, справедливость и ответственность. Так вот, суть вопроса. Если человек жил не очень хорошо, ну, допустим, алкоголик, живет аморально, треплет всем окружающим нервы, может применять физическое насилие и так далее. Я уже не говорю о всяких крайностях типа насильников-убийц. Но вот наступает момент, скажем, лет в 45-50, когда каким-то чудом может Господь направить. Человек становится истинно верующим, полностью меняет свою жизнь, переходит через покаяние искренние, исповеди и так далее. То есть искренне раскаивается во всех своих грехах. Получается, что он может быть прощен и получит жизнь вечную в раю. Тогда как быть со справедливостью? Допустим, он раскаялся, его совесть мучила, хотя вряд ли это так уж называется. Но как быть с теми, кому он принес горе в жизни или Господь им это как-то компенсирует? В этом плане мне больше импонируют буддизм и реинкарнация. То есть жил плохо, карма плохая, расплачивайся и при жизни, и после смерти. Как-то это более справедливо. Ну да. Жил, грешил, но если человек осознал, если он почувствовал вот это, изменил себя, принес покаяние глубочайшее, жизнь свою поменял. Вот оно покаяние. Между прочим, я не знаю, как буддисты, например, относятся к такому понятию, как покаяние. Оно в христианстве, что ли, только есть? Потому что там вот заработал, отработал. Знаете, вот карма такая, вот терпи. Вот и все, туда-сюда. А если ты в этой жизни накосячил, пил, гулял, безобразничал, доставлял неприятности, то в следующей жизни родишься соответственно, и будет тебе несчастье. Ну, будешь отрабатывать свою карму и к этой жизни тоже относись так, что те неприятности, которые случаются, это расплата за те, что ты в прошлой жизни накосячил. И такое понятие, как покаяние, у них вообще как? Я не знаю, честно говоря. А у нас есть такая вещь, как человек осознал, человек покаялся, человек изменился. Он принес покаяние, все, он стал другой и может наследовать жизнь вечную. Да, на это и уповаем. Да мы все негодяи, а вы думаете, вот вы правильный такой? Вот он пил, гулял, доставлял неприятности, он плохой. А вы хорошие, вот вы не пили, не гуляли, не безобразничали, а вы прям хорошие кругом. Ну, это просто ваша слепота, на самом деле. Да мы все, у нас у всех есть, в чем покаяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!